Я в совхозе всю жизнь на одном месте. Это редкое явление, как мне потом говорили в областном управлении, в нашем сельского хозяйства или министерстве сельского хозяйства. Совхоз был специализированный агропромышленный комплекс. Он не только производство заканчивал на сырья, предположим, производил ягоды и яблоки, но и переработывал в виде джемов, компотов и натуральных соков. Это по тем временам так называемое агропромышленное хозяйство. Оно было одно из первых в России или в Советском Союзе по тем временам. Вот в 1972 году я стал руководителем хозяйства. И так до 1995 года. В 1995 году по состоянию здоровья я вынужден был уйти на пенсию. Я сказал, что вот у нас есть человек, уродин Павел Николаевич, который уже как бы порядочный лет отработал в нашем хозяйстве, знает его хозяйство, знаете вы его. Поэтому рекомендую вам избрать его руководителем хозяйства. В связи с тем, что указ президента Ельцина приписывал разделить землю на земельные паи и доли труда в производстве, значит мы эту работу конечно проделали. Потом доходят до меня слухи, что совхоз акционируется. На собрании я не присутствовал, меня никто не приглашал. И дело в том, что я понял в процессе всей этой кухни с самого начала, что хоть каждый и может попросить выделить натур, это его право. Но я видел, что народ как бы в натуру может не получить, потому что тут разные ходили слухи. Поэтому я принял решение в счет земельного пая выделить каждому работнику по 15 соток земли в собственность с документом на право владения и распоряжения. 15 сотками. И вот когда вы сюда ехали, видели дома справа, слева, тут возникла целая империя. Да, это вот все 15 соток. Да, это мы выделяли, это 15 соток. Но народ-то в общем в принципе на тот момент был бедным, а спрос на землю в частные руки возникал. И неплохой может быть даже ценой, не знаю как на тот момент это было. И люди начали эти 15 соток продавать. Ну, акционеров-то их, наверное, там маленькое количество. А земельные паи-то были для 800 человек. Тем, кто ничего не получил за эту землю, открыто сказать. Вот если нужно извиниться, сказать, вот мы там где-то как-то не так с вами поступили. Теперь мы вот хотим, чтобы не просто извиниться, а чтобы эта доля вам досталась в полной мере. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!